Девушки, я должна ездить, соблюдая ограничения скорости. Пацаны, я заплатил за весь спидометр, и я буду использовать весь спидометр. Напоминаю, что собаке лучше кошек тем, что ты можешь позвать своего пёселя в 2 часа ночи, чтобы подуть ему в нос, и он придёт. Ну, кроме этого пёселя. Не-не, как раз этот пёс и приходил всё время, чтобы ему подули в нос. Вон уже как раздули. Я знаю, как нам сэкономить на нашей поездке на море. Как же? Ты не поедешь. Саша, 21 годик, интервьюер. Вы бы назвали себя независимым? Гляжу на маму. Мама кивает. Да, я бы сказал, что да. От сосиски станет всем светлей. От сосиски настроение проснётся. Поделись сосискою своей, и она к тебе в лотке ещё вернётся. Завёл рыбок, думал, что кот будет пытаться их поймать. Но нет, он просто каждый день наблюдает за их жизнью и засыпает напротив аквариума. Да это же для них как телевизор прям. Девушки. Лицо, ноги, волосы, тело. Парни. Вроде и не этой стороной жопу вытирал. Да все одним полотенцем вытираются, разве нет? Просто сначала лицо, а потом всё остальное. Когда полотенце высыхает, всё обнуляется. Котик, где все новогодние салаты? Туть. Всё, нет уже салатов, всё съели. И да, всем привет, друзья. Меня зовут Алексей Сова, и это новый выпуск Мимозга. Поехали. Банан действительно топовый фрукт. Первое, растёт сразу в упаковке. Второе, есть встроенная открывашка. Третье, есть индикатор годности, потемнение на кожуре. Четвёртое, нет косточек. Пятое, бананы жёлтые. Ещё раз пятое, супер вкусные и питательные. Это собака, которая всегда улыбается. Желаю вам такого же настроения. Что-то она ехидно улыбается. Видать, что-то натворила. Машину купил, только не едет что-то. За сколько? 18 тысяч рублей. Я за столько холодильник купил, тоже не едет. Хм, справедливо подмечено. Я возьму окрошку. Она на кефире. Тогда пиццу с ананасами. Тогда просто сок. Остался только томатный. А я люблю пиццу с ананасами. А вот томатный сок не очень. С детства с рифмой я дружу. Наварила, напекла 92 блина. Два корыта киселя. 50 пирогов. Во, это когда включаешь популярные песни, там примерно такое же. У кого-то получилось? Челлендж моего детства. Попытаться набрать воду в носки во время стирки. Да, я так делал. Мне кажется, это чисто мужской прикол. Почему нельзя решить все проблемы обнимашками? Очень жаль. Кто-то пишет, потому что в банке не соглашаются со мной обниматься, пока не верну им кредит. А когда вернешь кредит, они будут с тобой обниматься? Маловероятно. Скорее всего, новый кредит предложат. Внимание! Уникальный и принципиально новый для молодежи носитель информации книга. Информация передается в мозг напрямую через глаза. Никаких USB, Wi-Fi и ИК-портов. Мне кажется, молодежь сейчас не знает даже, что такое ИК-порт. Напишите в комменты, знаете ли вы, что такое ИК-порт? Просто интересно. Вся моя жизнь в одной картинке. Учеба, отношения, работа. А за окном, видимо, счастливая жизнь. Когда втихаря жрешь свои вкусняшки, и вдруг слышишь приближающиеся шаги твоего мелкого брата-племянника. Ну вот, теперь делиться придется. Можно мне немного соуса чили? Извините, но это японский ресторан. Мозня мне немного соуса чили. Книга о том, как завести Жигули зимой. Пролог. Часть первая. Кын-та-гыр-гын. Часть вторая. Тай-ки-гыр-гын. Часть третья. Ай-мак-выр-гын. Часть четвертая. Ил-ны-чат-гыр-гын. Эпилог. Походу, к концу книги Жигули не завелись. Коротко о моем везении. Держу ситуацию в руках. Ситуация. А как же правило пяти секунд? Скорее поднимай. Проверка на возраст. Восемнадцать есть? Да, но паспорта с собой нет. Как шла Максим вдоль ночных дорог? Босиком, не жалея ног. С вас пятьсот пятьдесят рублей. О, помню такую песню. Детский сад номер тридцать девять. Три девятое царство. Проводит набор детей в группу ускоренного развития. С экономическим уклоном. В жадина-говядина. С юридическим уклоном. Ябеда-корябеда. В эстрадно-музыкальную. Рева-корова. Продам AirPods. Это не AirPods, а AirDush. Сто процентов оригинал. В принципе, если прикладывать их к ушам и заливать через них какашки, то, считай, будет такой же эффект, что и популярную музыку включить. Любой северянин знает, когда идет снег, всегда тепло. Но попробую объяснить это южанину. Ты звони, если что. А почему у него миски на крыше стоят? Вон, зеленая и голубая. Прям на будке. Проснулся, оторвал себе купюру и пошел по делам. Хочу себе такой календарь. Во, ставь лайк, если согласен. Малыши уехали, а дед до сих пор ищет свою вставную челюсть. Представляю, так идешь ночью в туалет, на подоконнике вот это вот сидит. Еще я однажды видел гениальный способ дать таблетку собаке. Действует, правда, не со всеми. Хозяин убедительно делает вид, что ест таблетки сам и старательно игнорирует заинтересованную собаку. А потом случайно роняет одну таблетку на пол. Его терьер таблетку тут же съедает. Потрясающий ход. Я пес простой, вижу что-то падает на пол, сразу это съедаю. На самом деле ты не знаешь, в какой день ты родился. Ты просто веришь на слово всем, кто тебе об этом говорит. Блин, а правда, я ведь узнал свой день рождения от родителей. Они же могли забыть, когда у меня настоящий день рождения и просто сказать дату наобум. Не, понятно, что есть документы и все такое, но тем не менее. Вся суть женской дружбы. Мне, короче, написал этот тип красивый из бара. Хочу его куда-нибудь пригласить, только денег нет. На всякий случай. Не парься, подруги для того и нужны, чтобы помогать друг другу. У меня с деньгами проблем нет, я приглашу его сама. Идеальные отношения выглядят примерно так. А если я буду немного жирнее, будешь любить? Конечно. Ладно, пойду пожру. Когда друзья и знакомые спрашивают, в чем секрет моего успеха в отношениях. Оказывается, все очень просто. От мужиков с хорошим чувством юмора бабы не уходят. Да, юмор в жизни очень помогает. Вы знаете, что не можете забывать лица. Каждое лицо, которое вы видели в своей жизни, хранится в памяти и используется позже. Например, во сне ваш мозг не может просто сделать лицо. Каждое лицо, которое вы видели во сне, вы видели где-то один раз в своей жизни. И эти странные кошмары с этими ужасными демоническими существами. Вы видели их вокруг так же, вы просто не можете вспомнить. Вы не хотите вспоминать. Не знаю, я никакие демонические лица во сне не вижу. Автор мема, сходи к врачу. Моё общение с друзьями. 33% вспоминать то, как раньше было здорово. 33% ворчать о том, как сейчас всё хреново. 34% взаимные оскорбления. Люди, которые родятся в 2020 году, смогут увидеть 3000 год, когда им будет 80. Это просто удивительно. Так, стоп, что-то не то. Действительно что-то не то. Им будет не 80, а 980. Всего-то. Вы первый человек, вступивший на Марс. Какие первые слова вы произнесёте? Кто-то пишет, опять проспал свою остановку. Лучшее лекарство, когда ты грустишь. Кажется, мы нашли лекарство от депрессии. Не грусти. Я задыхаюсь. От любви? Да не, обожралась просто. Проект активный гражданин, наконец, заработал на полную мощность. Кинете мусор на сру в лифте. Не, лучше под дверь. Капец, это ж кто мусор выкидывает из окна? Какой свиньёй надо быть? Он же там будет лежать до скончания веков и вонять. А вам знакомо это чувство? Вам знакомо чувство, когда после 9 дней отдыха возникает непреодолимое желание наконец-то перестать валяться, спать и жрать, и выйти уже как следует поработать. Прям попахать. Мне тоже нет. И мне нет. Мне наоборот, ещё больше не хочется возвращаться на работу. Только жизнь налаживаться началась, а тут отпуск закончился. Печаль, беда. Девушки. Ай, блин, ненавижу зиму. Парни. Алло, Лёха, за тобой заехать? Наконец-то на бенз не надо тратить. Левая ноздря. Правая ноздря. Через час поменялись местами. Кто-то пишет, люди, которые сейчас болеют. Да, это когда ночью переворачиваешься с одного бока на другой. Причины боли в руках. Ушиб. Спазм. Растянул мышцы. Донёс пакеты с агротвой, которую мама купила. Кто-то пишет, донёс на первый этаж. Ну, кто ж тебе виноват, что ты любишь много и вкусно жрать? Факт. Вы берёте листовки не потому, что вам это нужно, а для того, чтобы помочь раздающему. Кто-то пишет, и ходишь потом с ней полдня. Вот да, потому что мусорник ты уже прошёл, а потом про ещё один забыл. И всё, носишь эту листовку ещё лет семь в рюкзаке, пока в одно время не выгребешь из него пару килограмм листовок. Мем для людей с IQ выше двухсот. Кто делал так? Стави лайк. В детстве, помню всегда, пока ел мороженое, стаканчик размокал и протекал снизу. Как только я повзрослел и научился съедать мороженое быстрее, чем оно протечёт, в мою жизнь ворвалась шаурма. У каждого было. А в чём проблема? Съедай шаурму тоже быстро, пока она не потечёт. Я реально смотрю целую рекламу, не пропустив её. Ютуб. Вторая реклама. Пока ты работаешь, чтобы оплачивать счета, эта капибара плескается в пруду в солнечный денёк. И ей хорошо, а тебе нет. Никаких выводов не будет, сам всё поймёшь. И да, у неё мандарин на голове. Ну что ж, друзья, к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Не забывайте ставить лайк под роликом, если он вам понравился, а также подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»